Значит, вот название моего доклада о роли личности в Институте религии и миноритарном языке на примере бурятского языка. Что я хотела сказать в качестве наступления о том, что как теоретики, так и практики языковой политики имеют довольно хорошее представление сегодня о той роли, которую играют социальные институты в положении миноритарных языков. И в то же время, как известно, возрастает роль отдельных личностей. Все, кто занимается социолингвистикой сейчас и сохранением языков, это прекрасно знают. Но как западная, так и российская действительность дает мало примеров слияния институционального и личностного начала в языковом вопросе. Скорее, эти начала противопоставлены. Языковые активисты могут быть причастны к каким-то институтам, но, как правило, языковой активизм возникает в противодействии системе, не способствующей сохранению миноритарных языков. Можно выделить три способа основных взаимодействия миноритарного языка и религии. Традиционные религии, отличные от православия, косвенно поддерживают миноритарные языки. Чем и как? Тем, что эти языки часто используются в социально-коммуникативной сфере. Например, сейчас введены проповеди на татарском языке и на бурятском языке тоже проводятся хуралы и общение со священнослужителями тоже часто идет на миноритарном языке. Например, касательно татарского языка, в 2016 году Духовное управление мусульман Республики Татарстан в цели поддержки татарского языка обязало проводить пятничные проповеди исключительно на татарском языке, что вызвало неоднозначную реакцию. Хотя в большинстве городов все равно читаются проповеди на русском языке, поскольку люди не владеют татарским языком, молодежь не владеет. Нужно отметить, что на татарском, то, что мы говорим, это не значит, что вообще все они переведены на татарский язык. На татарском читается так называемый вагаз, то есть необязательная часть пятничной проповеди в исламе, обязательная традиционно звучит исключительно на арабском языке. Ну и, конечно, при религиозных учреждениях организуются школы, курсы, да, вот это все означает посвенную поддержку совокупности. Вот, и также вот есть мнение, что институт религии существует, вот не оказывая влияния, положительного влияния на миноритарные языки, вот поскольку, вот скажем, вот на тибетском языке идут службы, да, вот на арабском языке, как я уже говорила. Вот, недавно мы проводили полевое исследование в Татарстане, и вот мнение вот опрошенных, да, как в интервью, так и в анкете, они вот разделились. Кто-то говорит, что не влияет совершенно религия вот на сохранение татарского языка, кто, говорит, влияет. Ну, вопрос спорный. Ну и следует отметить также и замещение миноритарного языка от религии в качестве как реального, так и символического ресурса этничности. То есть человек, вот определяя себя, говорит, там, я мусульманин, да, хотя все остальное для него уже не так важно. И на этом фоне представляется, на мой взгляд, очень интересная задача от осмысления уникального на российской почве феномена, роли которой может сыграть и играет харизматичный религиозный лидер в региональной языковой политике. Речь идет о 24-м пандитах Амбаламеда Бео Ишееве, руководителе наиболее крупной буддийской религиозной организации страны, буддийской традиционной санхи России, которая была создана в 97-м году как правоприемница Центрального духовного управления буддистов России. Ее глава входит в Межрегиональный Совет России, Межрегиональный Совет России. Ну и отметим, что буддисты Калмыкии и Туга не подпадают под юрисдикции санхи, и в самой Бурятии тоже есть ряд организаций, которые не входят в БТСР. Санха проводит большой ряд социальных проектов. Это спортивные проекты, например, Ирин Гурбан-Наден, Три игры мужей, это национальные виды спорта, поддерживается санхой. Она участвует в развитии сельского хозяйства. Есть проекты социальной атара, возрождение бурятской породы крупного рогатого скота и так далее. И даже газификация и милирация фермерских хозяйств тоже к этому санхой прикладывают руки. Ну и, конечно, есть ряд проектов по сохранению бурятского языка. Можно много говорить о том, о таком нетипичном, может быть, или неожиданном поведении религиозного института. Ну, как говорит сам Хамбалама Адам Баэйшеев, просто это в традициях бурятского бюдизма, практика на благо всех существ, который предполагает активную поддержку. Это гуманистическая позиция. И считает, что вот если Лама занимается только собой, вот он, по сути, эгоист. И поэтому вот активно вмешивается, да, буддийская традиционная санха в реальную жизнь, так сказать. Ну вот вернемся к бурятскому языку. Хамбаламой Адамбой Айшеевым было сделано очень много для поддержки и популяризации бурятского языка и его диалектов, особенно в последние годы, включая издание диалектных словарей и ряд других инициатив. Но вот одна инициатива, это межрегиональный конкурс, который регулярно проводится с 2016 года. Он называется Эхэхэлин Манэ Баэлик, родной язык нашего богатства, среди вот учащихся школ этнической бурятии. Санха также поддерживает бурятский язык и его диалекты посредством вот самого, пожалуй, такого успешного проекта учреждения радио Бурят-ФМ. БТСР является не только учреждителем, но и спонсором этого радио. И это первая СМИ, которая вот с 1 сентября 2016 года круглосуточно вещает на основных диалектах бурятского языка. Таковы были условия учредителя во всех радиожанрах. Бурят-ФМ можно слушать не только в эфире, но и через спутниковую связь, что делает вещания доступны в самых отдаленных местах, где нет интернета. И контент включает в себя все, от новостей до интервью, песен, конкурсов. И действительно появилась реальная возможность приобщения людей к языку средствами музыкальной культуры, например. Потому что бурятская песенная культура, она очень богата. И даже вот люди, которые не знают или плохо знают бурятский язык, они знают и могут поддержать хотя бы одну песню на бурятском языке. Поэтому значимость такого ресурса, который представляет бурят-ФМ, трудно переоценить. Также есть общественно-информационно-публицистический канал, телеканал Селинга-ТВ, созданный в 2016 году тоже при поддержке Санхи. Но сейчас, когда с 30 мая 2021 года начал вещать первый бурятский круглосуточный национальный телеканал Бурят-ТВ, Селинга-ТВ может быть не так актуален, но тоже вносит свой вклад в создание медиа. Среды на бурятском языке. Ну и, наконец, издание словарей бурятских диалектов. Вот на фото вы видите шаргалжинского диалекта, словарь баргузинского диалекта и справа словарь харлунских бурят. Все они содержат примерно 6000 с лишним слов. И в данном случае вот этот словарь харлунских бурят отображает жизнь и быт жителей села Харлон. То есть, очень такой мелкий, такой локальный ареал вот он отражает. Ну и в плане должны выйти слова риджигинского, акинского и других диалектов бурятского языка. Ну и что же говорит Хамбулама Дамбай Ишеев о литературно-бурятском языке и диалектах? Тут нужна прямая речь, конечно, чтобы не было никакой мисс-интерпретации. Позиции его манифестируются, например, в следующих высказаниях. Сегодня никто не хочет признавать, что принятие в качестве литературного языка хоринского диалекта обрекло на вымирание другие диалекты. Чтобы сохранить бурятский язык, надо дать возможность развиваться всем бурятским диалектам. Еще он говорит, почему буряты из Кяхты, только 11% буряты из Селинги, это его пост в Фейсбуке. Лишь 15% говорят на родных языках. Ответ прост. Они физиологически, как 7 миллионов монголов, не могут выгрыть букву Х. Таким образом, для них были закрыты двери во все культурные руководящие учреждения у Лан-Удэ. Есть ли в мире методика, чтобы 7 миллионов монголов заставить говорить, наше великое литературных ответ нет. И поэтому он говорит, что надо выпускать газеты буряту на селингинских языках и так далее. И также последняя цитата. Он считает, что главной проблемой заключается в знании бурятами только бытового бурятского языка. И в результате бурята переходит на русский язык. Ну и там не чужаки, мы болтаемся между двумя языками, говорит он. Ну так, это мы, наверное, пропустим, да, на виду времени. Ну вот буквально два слова о бурятских диалектах, так сказать, камне предкновения. Тут нет единого мнения, и число их варьирует у разных авторов. Такт Рафима Алексеевича Бертогаев выделяет четыре диалекта, у нас всегда на слайде. И три диалекта выделяется и так далее. Ну вот общественность разделилась. Кто-то поддерживает мнение религиозного лидера, многие ученые не поддерживают. Каковы же аргументы в пользу сохранения бурятского литературного языка? Ну вот академическая общественность, как я уже сказала, возражает против такой демонизации литературного языка. Ученые предлагают говорить на том диалекте, на котором хочется, а изучать и писать на литературном бурятском языке. Ну вот был форум, республиканское лингвистическое совещание о функционировании бурятского литературного языка в 2019 году. То есть настолько эта проблема актуализировалась. И вот отрывок из резолюции, где участники считают, что это исторически сложившаяся система, осознанная обществом, кодифицированная. И грамматика литературного бурятского языка основана на нормах самого языка и объединяет все диалекты и горы, в которых присутствуют фонемы х, а также охватывает лексическое содержание всех современных диалектов. Справа приведены аргументы, что, например, первый тезис Ахамбаламы о якобы сложности литературного бурятского языка, основанном на хоринском диалекте, не выдерживает, наверное, критики. Трудности, конечно, есть, причем фонетического характера. Можно сказать «хукты», можно сказать «сукты». Но это не может считаться препятствием для общения. И в конце концов в школах люди изучают иностранные языки, где есть звук «х», и никаких проблем почему-то тут не возникает. Ну и, конечно, никто из филологов не отвергает ценность диалектов. Они не украшают, обогащают литературный язык. И должно быть все – и литературный язык, и диалекты. Ведь ни один этнос не является гомогенным, и диалекты отражают эту неоднородность. Но вот если произойдет отказ от литературного языка, вот не будет все-таки бурятского народа как единой нации. И национальное строительство, как бы мы его не расценивали, вот играет на руку языку, который был выбран в качестве литературного нормированного. И это схема, по которой шли все европейские государства. Хотя были случаи, когда единый литературный язык складывался еще до сложения нации, но в этом мы не можем углубляться. И большинство теоретиков нации согласны с тем, что без единого языкового стандарта нация развиваться не может. И корень проблемы не сложности хоринского диалекта, а, собственно, он протекается из тех проблем, которые испытывают миноритарные языки вообще. Не только там литературные или диалекты, что массовые люди не владеют языком, что низок престиж и так далее. И вот просто факты показывают, что носители разных диалектов, которые изучали бурятский язык в школе, они хорошо владеют литературным языком и своими диалектами. То есть проблем в этом плане нет. Так, ну вот почему так сложилось? Очень коротко, потому что это совершенно отдельный вопрос. Почему так получилось? Значит, здесь я хотела бы сослаться на государственную программу Республики Бурятия о сохранении и развитии бурятского языка до 2030 года. Справа на слайде вы видите ее отрывок, отрывок из нее. Вот, ну причины, конечно, этим не исчерпывается, но цель, так сказать, моей презентации все-таки говорить не о причинах, да, а немножко о другом. Ну тут понятно, что и недостаток современных цифровых электронных средств, да, есть, что слабая мотивация, отсутствует целостная система непрерывного изучения родного языка, вот от дошкольного и далее выше на всех уровнях образования. Что делать? Ну, как-то я не смогла обойти вот этот вопрос. Опять же, что делать? Ну, нужно улучшать уже сложившийся языковой стандарт. Вот, на мой взгляд, и здесь я присоединяюсь к мнению большинства, или всех, может быть, ученых Бурятии, то есть ученые считают, что не нужно противопоставлять литературный язык и диалекты, а можно улучшать вот этот литературный язык, используя лексику и грамматику современного монгольского языка. Это предложение Жамьяна Санжанова, которым вот этим занимается. Осталось пять минут. Спасибо. Вернуть обязательность преподавания вторых государственных языков в школах национальных республик и так далее. Ну, а в локальной проблеме литературный бурятский язык и диалект отражаются и аналогичные проблемы в масштабах страны. Сейчас ведь происходит переопределение списка языков России, доставшегося нам от советских времен, и тенденция такова, что многие идиомы, которые в советское время классифицировались как языки, сегодня, скорее всего, распадутся на более мелкие идиомы. Вот недавно была конференция, там выступал один Александр Чпунгьян, и вот он говорил о ловушке стандартизации. Когда, создавая единый искусственно усредненный вариант для множества локальных, мы рискуем потерять локальные варианты и не получить жизнеспособный стандарт. Ну, в данный момент на сайте Института языкознания 152 языка. Ну, вот, например, каковы полюса подходов, да? Энницкий язык, ранее бывший, так сказать, единым как бы, да, энницким языком, теперь распадается, что ли, да? Ну, это просто отражает факты, да, реальные. На Тундрово-энницкий, лесной. Или же, например, вот с нивским языком. Вот на заседании дискуссионно-аналитического клуба, вот выступала Эйтина Юлина Груздева про нивский язык. И вот она говорила, что там вот есть внутри как бы основных диалекта, но она не уверена, что нужно вот настаивать на том, хотя они, ну, не так, что, может быть, взаимопонятные, но нужно ли настаивать на том, чтобы вот он разделился, да, и было три языка вместо одного. Будет ли это способствовать сохранению языка? Это большой вопрос, что она бы постереглась это делать. Вот в отношении бурятского языка, и считая, что, опять же, да, если уже есть сложившийся и существовавший 80 лет стандарт, надо работать с ним, так как у республики нет ни финансовых, ни других ресурсов, чтобы создавать несколько новых стандартов на основании диалектов. И одних словарей ведь недостаточно. И даже Монголия, суверенные государства, хоть и намерены перейти на вертикальную монгольскую письменность до 2025 года, но с сохранением кириллицы, и почти все депутаты вот Великого Хурала поддержали этот законопроект. Но не факт, что это реализуется до 2025 года. То есть это вопрос очень сложный. И в заключение отметим, что такая активная позиция по продвижению диалектов не типична для религиозного лидера. Другие руководители централизованных религиозных организаций России не вмешиваются в языковую политику. Например, председатель Центрального духовного управления мусульман Верховной муфти России Таджуддин считает, что религиозные деятели не могут решать языковые вопросы за государство и должны рассматривать вопрос с духовной точки зрения. Здесь вот приведена его цитата, что мы никого не можем заставить, ну, как бы ты должен знать язык своей территории. Вот. И таким образом, вот заключая, вот скажу, да, что при мере данного противостояния видно, как авторитет и действия лидера, в данном случае религиозного, могут как разрешать, так и усугублять проблемы миниатарного языка. И трудно сказать вот однозначно на пользу или во вред бурятскому языку вот такая фигура авторитетного и активного религиозного лидера. Спасибо за внимание. Спасибо, Ержан Владимировна. Спасибо, что были очень пунктуальны. Сейчас у нас пять минут для вопросов. Коллеги, у кого есть вопрос? Можно небольшой вопрос? Да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста, потому что сейчас не видно. Спасибо, Галина Александровна. Как раз поскольку мы очень четко с этой проблемой сталкивались, я хотела просто дополнить небольшой комментарий, что, во-первых, вот те словари, которые создаются, а это ясно, что это словари ненормативные. 60-70% лексики – это общебурятская лексика, которая, к сожалению, ну там ясно, что вариативность допустимая, там фонетическая и так далее, да. И поэтому сколько мы не боролись с Сангхой Бурятии, к сожалению, они не понимают даже общих таких проблем, разговорный язык, литературный, диалекты, нормы и так далее. То есть вот это, я думаю, что очень такая, эта проблема упирается в личность человека больше, чем вот какие-то такие проблемы научные или профессиональные, образовательные и так далее. Вот поэтому, то есть даже проблема образования, образование самого Хамболом и Айшей. Вот такой у меня небольшой комментарий к этому вопросу. Да, спасибо, Галина Александровна. Спасибо. Я, конечно, согласна, да, совершенно с вами. Можно мне просто комментарий небольшой сделать, сейчас я включу видео. Перехвальская Елена, можно? Да, пожалуйста. Я когда-то была в Соединенных Штатах по как раз проблеме отношения к языку, и вот оказалось, что с языком Хопи вот такая, точно такая ситуация, как вы описываете. Там был харизматический деятель, и он не пропускал ничего печатного, что он не прочитал. А поскольку силы его, он был пожилой, были не очень большими, то получалось, что на языке Хопи почти ничего не выходило из-за этого. То есть он не пропускал других, потому что считал, что это будет неправильно. Но, с другой стороны, и сам ничего, или делал очень мало. И фактически он вместо того, чтобы развивать язык, тормозил его. Мне кажется, что когда вы сказали о наличии этого харизматического лидера, хорошо это или плохо, это действительно, на самом деле, большая проблема. Если какой-то человек начинает считать, что его идеалект – это абсолютно истина в последней инстанции. Мне кажется, это неправильно. Ну да, вы совершенно правы, конечно. Вот еще проблема простекает из того, что бурятский язык в целом находится в не очень хорошем положении, и поэтому многие думают так. Ах, ну если так, ну давайте хотя бы мы будем в форме диалектов говорить. Да, если уж. Но это ведь не так ведь вопрос стоит, что если у нас проблемы с языком, давайте мы все перейдем на диалект, и нам так будет проще, потому что это устная разговорная форма, ее легче освоить, чем литературный язык. Ну, тут целая, да, глубокая проблема. Можно еще один последний вопрос? Да, конечно. Артем, Федоринчик, у вас был вопрос. Можете задать? Да, спасибо. Вася, может, я тебя пропущу тогда? Ну, да, возможно, спасибо, Артем. Я хотел бы, просто мне тоже кажется, эта проблема очень важная и актуальна для разных языков, может быть, по-разному решаемая. Мне просто хочется как бы отзеркалить немножко этот тезис, который говорила Елена Всеволодовна. Точно так же со многих позиций кажется, что и органы, например, образования, власти и литературный язык точно так же нельзя навязывать другим, потому что получается, что люди, которые владеют этой литературной нормой, они как бы обладая этим преимуществом, говорят всем остальным, что вот вы не владеете, поэтому с вами какая-то проблема, вы как-то не знаете литературный язык, знаете его, а знать его в условиях ограниченных ресурсов, как правило, сложно, потому что если люди не читают книг, если нет актуальной литературы и всего остального, поэтому мне кажется, что эта проблема, она просто зависит от того, с какого уровня мы на это смотрим. С уровня отдельно взятого села чаще всего хочется опираться именно на местный идиом, чтобы на нем велось многоязычное образование в школе, чтобы на нем могли самореализовываться творческие люди, пиша свои блоги и прочее. Вот на районном уровне по-другому как-то это может видеться, ну а мы чаще всего видим все это глазами национальной интеллигенции, которая проживает, как правило, в столицах регионов. Поэтому мне хочется сказать, что эта так называемая проблема языков и диалектов, на мой взгляд, совершенно решаема, если мы думаем о том, насколько нужно и как использовать ресурсы, более того, нам самим. То есть мы в этом активно участвуем, и в зависимости от того, на каком уровне мы находимся, мы понимаем, какие ресурсы нужно подключать. А размышления об этом, ну это просто теория, как мне кажется. Спасибо.